Экономика и ничего больше. Самые высокие платежи за услуги ЖКХ в удаленных от промышленных центров регионах с малой плотностью населения. И это Дальний Восток. По данным исследования аудиторской компании Финэкспертиза, в топ-3 самыми высокими платежами входят сразу два Дальневосточных региона. Магаданская область. Там среднестатистический житель платит за коммунальные услуги больше всех. В целом стране, представляете, 3511 рублей в месяц. Далее следует Камчатский край, ну и Мурманская область. В целом по России насчитывается 30 регионов, где платеж начисленный за услуги ЖКХ в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей. Ну а с 1 июля тарифы повышаются еще раз. Как? По информации Министерства ЖКХ Хамаровского края, а она размещена на сайте в такой удобной табличке, сильнее всего подорожают услуги по водоотведению на 5,4%. Водоснабжение в среднем по краю станет дороже на 4,2%. Розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Газпромгазораспределение Дальний Восток» с сегодняшнего дня выросли на 1,4%. Горячая вода на 2,4%, а отопление почувствуем осенью. Электроэнергия, одноставочный тариф, плюс 0,9%. Извините. Более 2 миллионов человек принял Хабаровский аэропорт в 2018 году. Это на 4,5% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль аэропорта превысила 607 миллионов рублей. Собрание акционеров, на котором были оглашены эти данные, приняло решение всю прибыль направить на строительство нового терминала внутренних авиалиний аэропорта. В первую очередь терминал планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре, а первых пассажиров туда завести к ноябрю. Пропускная способность комплекса будет увеличена примерно на 15% от первоначальных расчетов до 3,5 миллионов пассажиров в год. Здесь будут современные выходы прямо на борт самолета, который мы ждали, не знаю, лет, наверное, 30. Телетрап и, внимание, 12 лифтов и 7 эскалаторов. Наконец-то люди с ограниченными возможностями и с большими чемоданами смогут подниматься в аэропорту выше первого этажа. И еще напомню, 1 июля истек срок соглашения между правительством и нефтяниками. Цены на топливо за минувшую неделю выросли в среднем на 0,1%. На днях Минэнерго и Министерство финансов России договорились с нефтяниками о компенсации на 2020 год за поставки топлива на внутренний рынок. Рост цен на топливо обещают в пределах инфляции. Но мы следим за новостями экономики.